У них, понимаете, вообще за рубежом, во многих странах, как бы большей частью ориентированы все-таки на людей. То есть имеется в виду, как удобней. Соответственно, если удобно мне, то есть вернее людям, то и мне тоже, как человеку на руководящем посту, мне тоже удобнее, получается. Я же живу в этом мире, правильно? Поэтому получается, что и мне удобно. А у нас немного не так складывается, а получается, что, ну так, не знаю, почему так происходит, но мы как бы такие условия создаем, что народ воспринимает власть, как будто они работают против народа. И поэтому из-за этого очень много, скажем так, нюансов. Мы разговариваем на разных языках, во-первых, то есть народ и власть, мы разговариваем на разных языках. Народ не понимает, что делается во власти, не потому что оно не хочет знать или хочет знать. Я думаю, что народу это вообще неинтересно, что там происходит во власти, реально говорю. То есть это абсолютно кому интересно. Знаешь, я как-то разговаривал с одним немцем, я говорю, кто у вас сейчас, ну, канцлер? Он говорит, ну, черт, кто знает, я не знаю. Я говорю, как не знаешь? Президента своего не знаешь, грубо говоря. Он говорит, а что, он мне зарплату платит? То есть они не хотят даже заниматься этим делом. То есть у него есть свой круг интересов, он там занимается своим бизнесом и так далее. И ему неинтересно, ему главное, что нормально живется. И ему никто не мешает. Вот это самое главное. И мы, как чиновники, я же тоже чиновник, мы как чиновник должны понимать, что мы должны создавать такие условия в государстве и людям, я имею в виду, чтобы было комфортно жить. И вот когда мы сложим это все, и тогда у нас получится. Но тут надо убирать сразу, я могу сказать, коррупционную составляющую. Сразу же. Это самая важная вещь. Вот. И, соответственно, тому уходить от этой бестолковой бюрократии, которая у нас присутствует. Потому что у нас на каждую бумажку нужно еще 15 бумажек. В этом плане, я могу вам сказать, мы очень схожи с Гондурасом. И с Индонезией. Реально говорю. Потому что я с этим столкнулся. То есть там миллион бумаг, которые на разрешение... То есть на одну бумагу у тебя еще 15 разрешений других разрешений. Для того, чтобы эта бумага заработала. Кому это надо, непонятно. Для чего это нужно, тоже непонятно. Но с одной стороны, можно, конечно, опять же сюда притянуть и коррупционную составляющую. То есть говорить о том, что... Ну, наверное, потому, чтобы там люди просто проплачивали. Тогда какая-то логика видна, для чего это делается. На самом деле, никто не понимает, даже те люди, которые занимаются коррупцией, они не понимают то, что они усугубляют на данный момент жизнь не только себе, но и всем людям окружающим, их детям в том числе. Потому что и им, и их детям приходится жить в этом обществе. Сейчас просто каждый пытается, ну, скажем так, захватить как можно больше денег. И им кажется, что они с этими деньгами не смогут нормально жить. Но время проходит, и деньги кончаются. И вопрос в том, что ты... Со временем наступит момент, когда у тебя либо их не будет хватать, а денег всегда не хватает, да? И тебе придется жить той жизнью, у которой ты как обычный народ. Но они не понимают, многие этого не понимают. Они думают, что они как бы живут в другом мире. Хотя я в защиту могу сказать чиновников, те, которые не работали никогда чиновниками, тот не может понять, насколько много они работают. Реально они очень много работают. Реально очень много. И что касается рабочего дня, то мало у кого из чиновников, особенно руководящего состава, заканчивается рабочий день в 6 часов. Такого нет практически. То есть я могу привести там целую массу примеров, даже с фамилиями. Те, которые заканчивают в 2-3 ночи. Некоторые ночуют на работах. Это реальность, натуральная реальность. И сказать, что он там просто сидит и ничего не делает, невозможно. Потому что очень бурно все у нас просто в России происходит. Как-то оно очень много всяких нововведений. Причем быстрое перестроение с одного в другое. И вот это с одной стороны выбивает все из... И почему у нас реально... Мы беремся за одно, потом это бросаем, хватаемся за другое, за третье, пятое, десятое это не доделали. Потом сюда опять возвращаемся и так далее. То есть такой плановый, нормальный пока в некоторых моментах есть, конечно. Но во многих этого не присутствует. Из-за этого тоже и народ тоже не может понять, что же на самом деле происходит. Почему так именно? Вроде бы логично делать так. Но так как мыслим мы, я еще раз повторюсь, по-разному. То есть чиновник, он мыслит по государственному, как это может быть для народа не очень приятно слышать. Но друг по-другому он не может. А человек обычно, он мыслит просто по-семейному. То есть ему вот сегодня нет хлеба. Понятно, да? Ему нужен хлеб, и поэтому он недоволен правительством, скажем так. А не совсем понимает, но он и не должен это понимать. Что, допустим, сейчас у него хлеба нет для того, чтобы завтра у него был еще и масло появилось. То есть эти вот вещи, ну я же говорю, народу это и не нужно, в общем-то. Потому что народу, как любой, мы же потому и сидим здесь, скажем так, чиновничает этот аппарат для того, чтобы обеспечить, чтобы это было. И хлеб всегда у них и присутствовал. Как-то Владимир Владимировичу задавали вопрос такой, мне понравился. Он говорит, а почему вы не говорите о тех достижениях реальных, что вы делаете на самом деле во внешней политике и во внутренней политике, которые вообще, ну, народ абсолютно об этом не знает. Он говорит, а зачем? Он говорит, ну как зачем? Это Королов говорил. Как зачем, когда должны это знать люди? Потому что они даже не представляют, что вы на данный момент спасли вообще, спасаете в некоторых вопросах Россию. Он говорит, это все равно никто не поймет. И оно реально, так оно и есть. Просто не все, естественно, в государстве не все так просто, и начинают внешние политики, кончая внутренние. Но еще раз говорю, народу, конечно, им все равно. Им главное, чтобы было кушать и так далее. Это ни в коем мере не оправдывает ни одного чиновника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...